Именно об этом я хотел поговорить, предупредить. Дело в том, что... Павел, я сейчас включил запись, потому что все-таки ты говоришь важную информацию, а я буду тебе отвечать, чтобы не повторяться, я включил запись, если ты не возражаешь. А, нет, я не возражаю, пожалуйста. Если это будет полезно, то окей. Значит, для зрителей и слушателей обсуждаем потреб кооперацию. Павел, четыре года в потреб кооперации, в Коломне находится, ресторатор, бизнесмен. И вот посмотрел ролики. И у тебя предложения, вопросы, как? Пойдем. Я просто изложу свои мысли на этот счет, который уже посещали меня на протяжении последнего года. И плюс еще, я понимаю, что реализовывайте проекты, которые известны вам, вашей группе. Мне тоже так же хочется, чтобы они были реализованы. И поскольку видится, что их можно реализовывать под сенью кооперации, я хочу рассказать о подводных камнях и предложить свои варианты реализации. Потому что некоторые идеи у меня насчет того, как двигаться под кооперативом, у меня уже возникали. Я их еще не реализовывал, но разговор я уже веду с коллегами на этот счет. И хочу показать свою идею. Да, давай я тогда вводную дам, а ты будешь излагать как раз из этого понимания. Хорошо? Угу. Значит, идея такова, что мы моделируем ситуацию, что человечество на планете Земля – это как различные органы, но все мы единый организм. И мы должны думать о всеобщем благе. И ставя вот эту высшую цель и задачу, улучшая качество жизни и качество среды, каждый получает благо, то есть работая вроде бы над общей целью, но каждый получает свои плюсы. И необходим инструментарий в рамках действующего законодательства, чтобы мы могли собраться на единой платформе, где ввести документы оборот наших волеизъявлений, решений, ну и так далее. Вот, и изучая законодательство, я выявил, что самый доступный и простой путь – это вот оформление потребительского общества, потребкооперации, создание кооперативного участка. И несколько лет, значит, я уже член, участник этого кооператива, там пытались сделать. Люди не хотят переводить активы, и здесь как бы тормозится кооперативное движение, использовать это как инструмент для документа оборота, что неважно, из какой страны, минуя вот эти все бюрократические преграды, каждый может быть участником такого международного общества. Это да. И вот в этом ракурсе было бы очень интересно твою практику послушать. Да. И я продолжаю тогда. Да. Значит, мне, конечно, все это точно так же увиделось. Я вижу плюсы кооператива в плане даже международного сотрудничества. Тем не менее, да, кооперативы создаются в рамках действующего законодательства. Есть ФСЗ-3085-1, вроде бы да. Но, как известно, еще, ну, это бы об этом сказано было 150 лет назад, что суровость российских законов с легкою компенсируется необязательностью их исполнения. Так вот эта необязательность исполнения, ну, как я увидел, она присутствует на всех уровнях, в том числе и среди чиновников, и служащих, контролирующих служб, потому что, ну, кооперация – это, ну, невиданный зверь. Взять там ту же налоговую. Они привыкли работать с ОООшками, ИПшками, ОООшками. Ну, взять тот же Роспотребнадзор, вот у нас здесь по Коломне, они не знают, что такое потребительское общество. Я им говорю о том, что, ну, вы к нам, ну, вам нельзя к нам ходить, вам нельзя, ну, восстанавливать для нас свои правила. Они не понимают, смотрят огромными глазами, как это так. Вот, приходится объяснять, ну, благо с ними там удается как-то взаимодействовать. Вот, и все же, я хочу, ну, показать такой аспект. Дело в том, что, ну, в любом случае, любые документы, ну, которые создаются в договоре, ну, или, будь то устав, там, потребительского общества, это в первую очередь документы, которые должны, главным образом, иметь весь вес в суде, потому что любые спорные дела, вот, например, ну, там, моделируя ситуацию, какая-то контролирующая служба, ну, нашла к чему придраться, да, ну, выписывает, ну, какие-то там постановления и прочее, и это, по идее, можно оспорить в суде. Но в судах сидят судьи, которые, ну, как известно, ну, занимают это место, ну, неправомерно, и, в общем-то, смотрят на мир под своими фильтрами. Их фильтры не включают потребительское общество. Я не знаю ни одного судьи, не познакомился еще с таким, который знал бы какую-то практику по потребительским обществам. Я сам лично столкнулся с ситуацией, когда, по идее, ну, наш ФЗ должен был защитить имущество потребительского общества, но не защитил в суде. То есть судья поступил так, как ему видится. А дальше идти, ну, в суды из следующих инстанций, это, конечно, ну, терять свои жизненные силы и прочее. Вот. И, исходя из этого, вот как мне видится, ну, история с потребительскими обществами. Если потребительское общество, то или иное, или союз потребительских обществ будет иметь, ну, скажем так, поддержку в судебной системе, тогда потребительские общества становятся интересными и надежными. А как можно получить эту поддержку? В общем, мне увиделось так, что в любом случае система, которая представлена чиновниками и служащими, она находится, ну, на данный момент в неком противостоянии с общественностью, просто с обычными людьми, гражданами. Потребительское общество может набрать определенный вес, ну, там, включив в себя достаточно много членов потребительского общества. Но это... И можно, вроде бы, создать некую, ну, достаточно весомую силу в спорах с административной системой. Но эти люди, они должны быть сплоченными, они должны находиться в одном месте, как мне видится, и должны быть, ну, в значительной степени профессионалами по, ну, там, юридическим, административным вопросам. И когда я вот так вот эту картину увидел, понял, что, да, потребительское общество можно создать, можно думать, что ты им защищен, но на самом деле ты им не защищен. Потому что чуть что, ну, если дело дойдет до суда, то суд примет решение такое, которое ему будет удобно или нужно. И я уже с такой ситуацией, напомню, столкнулся. Вот мне как увиделось. Если, в общем, на базе потребительского общества можно создать довольно, ну, сильную структуру, если действовать в масштабах одного города. То есть, ведь, что такое потребительское общество, в первую очередь? Это объединение, ну, людей на, ну, по теме потребления. Мы же все, вот, простые люди, потребители некоторых, там, продуктов и услуг. Всем нам нужно, там, подстричься, помыть машину, покушать, купить продукты, одежду и так далее. И если, ну, в масштабах одного города включать в потребительское общество предпринимателей по вот этим, ну, направлениям, которые нужны для того, чтобы закрыть нужды простых людей, ну, и сделать это хорошо, включать только, ну, хороших, я так назову, предпринимателей, которые хорошо делают свое дело, то есть возможность потенциальная включить в членопотребительское общество много этих потребителей, обычных граждан. Если действовать через крупные предприятия, особенно градообразующие, я вот сделаю пример нашего города. У нас здесь, в городе, есть городообразующее предприятие, колымнский машиностроительный завод, который, ну, создавался там в конце 19 века как раз в форме кооператива, причем. То есть у нас есть старейший кооператив здесь, в городе, и там есть профсоюз. Вот если, например, пойти на это предприятие, в котором есть и своя, ну, материально-техническая база, и исследовательская база, когда там в свое время приезжали специалисты по машиностроению из других стран, они удивлялись, говорили, у вас здесь настоящий научно-исследовательский институт, на очень высоком уровне были исследовательские, была исследовательская деятельность этого завода. Вот, объясните им, какие возможности могут открыть вот эти новые технологии, которые вы сейчас изыскиваете, разрабатываете, обсуждаете, и предложить, ну, целым вот этим большим коллективом огромного завода, ну, включиться в состав потребительского общества, неважно, кем оно будет создано, может быть, ну, имеющийся, или прям создать там заново. И тогда это будет большая масса людей. При этом, ну, то есть много тысяч людей. Их можно подключить с помощью, там, программного комплекса, ну, который будет включать, там, чат-ботов в мессенджерах. Я это уже делал на базе некоторых готовых решений, там, ну, украинского, например, PosterPost, который, к сожалению, ну, перестал предлагать свои услуги в России. То есть есть мессенджер, он общается с членами потребительского общества, может задавать вопросы, то есть внутри этого продукта можно буквально устраивать голосование с людьми. И люди, которые становятся членами потребительского общества, они могут, ну, участвуя в этих голосованиях, фактически, ну, ставить свое «да» или «нет», например, ну, задавать им вопрос, хотите ли вы, чтобы, ну, там, вот, например, у вас была тема, ну, недавно, хотите ли вы, чтобы в вашем городе вода очищалась не хлором, да, а, там, ну, другим современным методом, который, ну, не портит здоровье. И они, например, говорят «да». И фактически это есть простая, неквалифицированная цифровая подпись человека. Таким образом можно собирать подписи людей за, там, там, по тому или иному вопросу. А самое интересное то, что набрав определенную, ну, массу людей в это потребительское общество, которые могут вот таким образом очень просто через свой телефон голосовать, при этом не надо установить, ну, дополнительные какие-то программы. Это можно просто через WhatsApp, Telegram и ВКонтакт делать. Можно фактически потом вынести на рассмотрение вопрос о создании собственного местного самоуправления. Я, конечно, сейчас революционные, ну, мне кажется, вещи говорю, но фактически тех, кто управляет тем или иным городом, ну, согласно закону о местном самоуправлении, их можно попросить уйти и, ну, поставить, ну, своих людей. Самое главное — набрать вот эту массу людей локально в границах одного населенного пункта. И в итоге, когда будет создано свое местное самоуправление, если это позволится делать, я так скажу, можно уже, ну, проводить те идеи, которые, ну, приведут к изменению подхода к жизни, начиная от того, как очищать воду, заканчивая тем, что будем выпускать на нашем, там, градообразующем заводе. А их здесь еще и несколько к тому же. Вот я к чему веду. К тому, что, как мне кажется, ну, вот проводить те идеи, которые вы освещали буквально вот в нескольких своих, там, трех-четырех последних роликах, ну, наилучшим образом можно в границах одного города, создавая этакий, ну, город нового типа, ну, это, конечно, не закрытый город, да, как делали там в советские времена, ну, но все же, город, который, управление, в котором будет отличаться от типа управления во всех других городах России. Вот я к чему веду. Вот такое мое видение. Ты закончил? Пожалуй, да. Отлично. Я еле сдерживался, чтобы тебя не перебивать, но вот дождался, дождался. Значит... Хорошо. Я готов, если что, отвечать на вопросы. Да-да-да. Ты сейчас повторил то, что я увидел в 2007 году, когда начал щупать интернет и прямые трансляции, и пошли вот разговоры о цифровой подписи. Вот мой мозг примерно таким же образом представил всю картину, что мы можем все соорганизоваться, объединиться, электронные подписи получить и проголосовать, как мы хотим. Вот. Но реалии социологического эксперимента таковы, что общество копирует поведение мнимых социальных авторитетов и нигде, ни по телевизору, ни на ютубе, нигде не слышно про эти вектора, о которых мы с тобой разговариваем. Выступить на машиностроительном заводе хорошо, но я, чтобы не критиковать, а как бизнесмену, предложу тебе сейчас несколько ходов, и я убежден, что ты скажешь, что это очень круто. Итак... Хорошо, я весь внимание. Перехожу... Перехожу... Люди хотят хлеба и зрелищ. За зрелищ отвечает глобальная волна, а ты у нас представитель ресторатора, и я много лет искал владельца ресторана, который услышит бизнес-идею. Бизнес-идея заключается в том, что... Ну, у меня знакомый, у него тут картинги были, он говорит, что чтобы иметь окупаемость, ну, не окупаемость, а более-менее прибыльный бизнес, чуть ли не пять концов надо иметь, накрутку, чуть ли не пятьсот процентов на определенной позиции. А учитывая, учитывая, что покупательская способность падает, и не хочется идти на поводу с сделкой с совестью, а товар должен быть качественный, вкусный, полезный, отвечать трем да. Это очень вкусно, это очень полезно, и это очень доступно. Значит, свежевыжатые соки бизнес не нов. Предлагается тебе рассмотреть специальную акцию, специальную акцию, что у тебя смогут приобрести сок, литр, стоит столько, сколько в городе стоит один стаканчик. А почему такая себестоимость получается? Потому что в сезон и не в сезон основным поставщиком сока может быть морковка. В магазине она стоит сейчас от 15 до 17 рублей, в закупке значит вообще до 10 рублей. Добавляется немножко яблока, свеклы и литр свежевыжатого полезнейшего сока. Будет очень доступен даже и студенткам, но в общем всем. Это именно на малую бюджетную аудиторию, чтобы организовать поток. А вот на стаканчике, который вручает человек, находится вся политагитация, о которой ты говоришь. Это раз. И второе, готов ли ты стать одним из самовыдвиженцев кандидата в президенты, собирать под себя энное количество людей и двигать волну дальше. То есть нужно показывать примеры. Просто мы сейчас разговариваем, запись идет, так само слушает, машет руками и говорит, вот он, вот он, третий кандидат. Ярослав, значит, если я могу уже говорить, отвечать на этот вопрос. Я начну с самого начала. Во-первых, про себестоимость. Себестоимость продукта готова определяется все-таки не себестоимостью сырья, из которого он сделан. Я вот как вижу ситуацию. У нас абсолютно во всех продуктах, которые производятся, себестоимость, туда, естественно, закладываются транспортные расходы, расходы на здания, помещения и так далее. Так вот, во всей России беда следующая. В Советском Союзе не было такого. Там все здания в Советском Союзе принадлежали государству. Они, ну и там и бизнес был государственный, и частный. Если бы сейчас здания давались в использовании или там минимальную аренду, то ситуация виделась бы иначе. Вот сейчас объясню, о чем я говорю. У меня, ну, мое дело ведется в помещении, которое я арендую. Все люди, которые у меня работают, работники, у них там, ну, 95% нет своего жилья. Они его снимают. И в итоге, вот, ну, как мне видится, что у нас цены большие на все продукты из-за того, что есть такие паразиты, которые, ну, живут за чужой счет. То есть кто-то работает, а кто-то просто получает деньги за то, что у него есть недвижимость. И поэтому приходится ставить такие цены, чтобы платить людям зарплату, чтобы они могли заплатить за съемное жилье, чтобы заплатить за аренду помещения, в котором ведется, ну, это дело, и так далее. По сути, 80-85% стоимости любого товара, ну, или продукта, это, ну, паразитическая вот эта составляющая. И поэтому, да, морковка дешевая, но ничего с этим не сделаешь. Пока здание и помещение в частной собственности, и люди предпочитают приобретать и приобретать их для того, чтобы сдавать в аренду, вот мы будем так, ну, сложновато жить. Я тебе говорю о пиар-акции продвижения. Когда ты на дешевой стоимости продукта, у тебя, это же не одна позиция. Если ты открывал бы ресторан только под этот сок, конечно, ты прогорел бы. Я это понял. Я это понял. Да. Ну, я все-таки хотел просто об этом сказать. Да, да, да. Да. Сделать такую акцию, ну, несложно, можно, и я даже могу это сделать просто, ну, из интереса. Это верно. Вот. А выдвигаться в президенты, ну, в президенты чего, куда, с кем работать-то. Ну, я, например, ну, Владимира Владимировича, ну, видел, он там стоял в трех метрах от меня. Но я не знаю, что он за человек, я не общался с ним. А самое главное, я знаю тех людей, которые работают под его началом и так далее, до самых, там, нижних постов. Везде, ну, то есть, чем управлять-то? Смотри, речь идет о проведении планетарного референдума. Вот как ты его там говоришь? Кто там кричит? А что, мои дети. Очень звенит. Я отойду подальше. Речь идет о получении одобрения у граждан планеты и поддержки. Взаимодействие с первым лицом, не как с личностью, мы действительно его не знаем, мы, как бы он к нам в друзья не напрашивается, мы взаимодействуем как с некой политическая фигура, статусная, протокольная. И лица, принимающие решения, учитывают, не могут, не учитывают, потому что на это трудится вся администрация президента, которая снимает температуру по больнице, веяние, чаяния, надежды и так далее. Идея настолько светлая, что Россия старшая сестра с могучей экономикой Китая и распространяет по планете благодать. То есть, вот несколькими словами, буквально переворачивается мировоззрение. То есть, капиталистические проценты, вот то, что ты говоришь, в аренду и так далее, это все становится анахронизмом и ненужным. И вот для этого нужно создать, что внутри России большое количество людей об этом услышало. И создается множество кандидатов под одной единой программой. То есть, если много кандидатов, у каждого своя программа, новизны никакой. А когда программа одна, то мы начинаем наращивать общее информационно-эгрегориальное поле на накачивание этой программы. Потому что кандидатов много, а веяние сосредоточены в одну программу, которая согласована, одобрена. Между ними нету борьбы. Ясно. Ну, тогда я скажу, я готов в этом участвовать. Если видеться в этом потенциал, то окей, давайте, потому что мне же тоже не хочется без дела сидеть. Мне хочется, чтобы реализовались все эти идеи, которыми мы дышим. И я за. Тем не менее, я предлагаю обратить внимание на тот подход, о котором я сказал, что можно создавать идеологию глобально, но, тем не менее, попробовать реализовывать на практике локально. Что надо сделать от меня? Что надо сделать от меня? Не только с точки зрения технологии и потенциально экономической выгоды, а также дополнить эту идею с программой создания собственной административной системы, которую параллельно создавать в масштабах города. Это то, что я говорил, объединение людей на базе потребительского общества, через включение их простыми инструментами, то есть через мессенджеры, включение их в число членов потребительского общества и далее методами голосования проводить те или иные административные реформы. С целью прийти к местному самоуправлению, к своему, не тому, который ставится губернатором, а к тому, который выбирается самими горожанами. Вот я к чему. Вот, ты говоришь абсолютно правильно, я тебя полностью поддерживаю, и здесь мне видится мяч на твоей стороне, потому что я житель в Москве, но я не готов вот потянуть лямку, вот сейчас избираться там на 15 миллионов. А Коломна маленький город, и ты вот свои пока, ну не фантазии, а мысли формы можешь попытаться начать обкатать в Коломне. Я готов всецело тебе помогать. У тебя есть место, точка сборки, потому что очень часто страдает, нет места сборки. То есть нужны программисты, веб-дизайнеры, художники, где нужно собраться. Вот на твоей площадке, я вижу, это можно производить, и тем самым ты лично проведешь натурный эксперимент, а я готов всецело помогать, чем надо. Да, более того, у меня есть еще один аргумент, который я предлагаю рассказать уже не под запись. Да, зрители расстроятся. Там секретное что-то? Ничего-ничего, да. Так, ну что, скажем зрителям спасибо, где тебя найти тогда еще раз? Город Коломна? Город Коломна, и я здесь всем известен как создатель Доброго Торта. Добрый Торт здесь знают все. Да, это кондитерская в центре у Кремля, я так понимаю, Коломенцева. Абсолютно точно. Так, хорошо, дорогие зрители, вы все услышали, в общем, если контакты нужны. Так, а зовут тебя Павел? Павел, да. А фамилия? Доброфотов. Павел Доброфотов, вот. Все, на этом я останавливаю запись.